Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожар ИЧС спасатели выезжали уже более 800 раз. За это время на пожарах погибли три человека. 15, один из которых ребенок, пострадали. 580 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о работе столичных спасателей на минувшей неделе подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник около полуночи на улице Притыцкого загорелся BMW X5. Пламя успело перекинуться и на припаркованное рядом легковушки Мазду и Субару. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают эксперты. А вот причиной двух пожаров авто в столице во вторник вечером известны почти наверняка. Так, на улице Шаранговича еще до прибытия спасателей в результате поджога полностью сгорели старенькие Жигули. ЧП произошло и на улице Широкой. У автомобиля Пежо загорелся моторный отсек. Огонь повредил внутренние детали и кузов француза. В этом случае причиной стало короткое замыкание электропроводки. Также в этот день службы МЧС с просьбой о помощи обратилась мама троих детей. Она так хотела надеяться на палец подаренной ей когда-то в знак помолвки кольцо, что даже прибегла к помощью мыла. Хотя обычно бывает наоборот. Но украшение нарушило кровообращение пальца, он стал отекать и женщина немедленно позвонила в МЧС. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место вызова в один из домов на улице Великоморской. Раскусывать с помощью специнструмента дорогую сердцу вещь спасатели не стали. Осторожно вдели в кольцо нитку и сняли ювелирное украшение. За помощь женщина была безмерно благодарна. Подобные случаи не редкость. Они, как правило, происходят из-за того, что украшения не подходят по размеру и туго сидят на пальце, вызывая отек. Несмотря на то, что в интернете можно найти массу способов избавиться от кольца в такой ситуации, спасатели категорически не рекомендуют делать этого самостоятельно. Лучше призвать на помощь профессионалов. В противном случае последствия для пальцев могут быть очень неприятными. Минск чрезвычайный. И еще о происшествиях вторника. Утром на территории одного из предприятий в Шабанах вспыхнул мусор, среди которого была отработанная машинная резина. Спасатели вызвали очевидцы происшествия. Пожарные оперативно затушили пылающую свалку старых колес. Основная версия возникновения этого пожара – неосторожное обращение с огнем. На минувшей неделе у бойцов МЧС были, мягко говоря, нестандартные вызовы. В среду утром спасатели помогли вернуть хозяину корову. Буренка выпала из кузова грузовика прямо на ходу в районе улицы Кижеватого и отправилась бродить по окрестностям. Водитель, заметив пропажу, попытался животное поймать, но у него ничего не получилось. В службу спасения по номеру 101 очевидцы позвонили, когда парнокопытное заинтересовалось школьной территорией. Общими усилиями животное все-таки вернули в кузов грузовика. В четверг вечером несколько пожарных расчетов выехали утушить пожар на дрожжевом комбинате на улице Октябрьской. Горели непроизводственные помещения, комната отдыха и бильярдная в административном здании предприятия. К счастью, никого эвакуировать не пришлось. Равно как и не пришлось никому оказывать медицинскую помощь. Пострадавших нет. По одной из версий ЧП могло спровоцировать короткое замыкание электропроводки. Вся оставшаяся часть недели в городе прошла без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. На улице весна в самом разгаре. Это значит, что проблема весенних палов сухой травы и другой растительности, и как следствие увеличение количества пожаров становится все более и более актуальной для работников МЧС. Урон природе, уничтоженные огнем дома и хозяйственное строение, гибель и травмирование людей. Все это итог выжигания сухой растительности, который повторяется из года в год. Но, видимо, ошибки других для наших граждан не становятся уроком. Уже в этом году зарегистрированы случаи получения ожогов людьми при сжигании сухой растительности. В Чучинском районе мужчина получил ожоги лица и рук, используя огонь для наведения порядка на своем участке. Менчанка, сжигая мусор у себя на даче, получила термический ожог пламенем лица. А житель Огродно пал сухой растительности едва не оставил без дома. Здесь также будет уместным напомнить, что за выжигание мусора и сухой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. Поскольку в настоящее время одна базовая величина составляет 23 рубля, сумма получается существенная. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества, виновнику придется возмещать еще и гражданские иски. На этом у нас сегодня все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.